добрый день дорогие господа после небольшого перерыва несколько дней на выборы важный выбор в соединенных штатах возвращаемся к нашему изучению торы напомнить что это десятка лекция изучаем с вами книгу сэдора лам взгляд наших корицок на библейскую хронологию я бы хотел вашего позволения посвятить этот урок памяти учителя дорогого и любимого и теле миллионов евреев джонатана сакса и мы прошли нашей лекции говорили с вами о двух цифрах а 37 и 26 обсуждали возраст с хаковина во время акида говорили что в ашкинарских манускрипт и в йеменских манускриптах чаще всего присутствует вот эта цифра сефарских манускриптах чаще всего присутствует 26 и также говорили о том что и даша бариши краба присутствует и тот и другой вариант и биленский гаон предпочитает 26 стоит ли говорить что находятся такие и кстати следует заметить что иосиф клавий тоже дает цифру очень близкую к этой практически скорее всего имеет его традиции дошедшие до него тоже было 26 окей теперь я бы хотел отметить еще двух других комментаторов которые на абсолютно одинаковых на абсолютно идентичных основаниях не принципе особо не принимают с уважением еще раз не принимают ни 36 ни 26 и это никто иные как наши величайшие средневековые величайший комментатор и бен-эзра и раби-моше бен-маймон крам-бам сначала займемся старше и бен-эзра говорит следующее на комментируя пара голового и рай бен-эзра говорит почему авраама вину сказал двум своим слугам ванношу вала их и мы к вам вернемся а он планировал там принести своего сына в жертву сказал ли он им правду он им сказал так как он сказал что мы подклонимся и мы к вам вернемся говорит бен-эзра одна из причин почему это сделал чтобы ицхак не почувствовал не заподозрил что его собираются приносить жертву и не убежал нэзра говорит ваработэйну зал амру наши мудрецы благостоверной памяти сказали что ицхаку когда у него было уже соприношение акида было 37 лет если это традиция мы это принимаем но если это дэрэх свара то есть бен-эзра бесспорно допускает что все что мы изучаем с эдеролами это свара потому что он спорит каждым этапом мидерах свара но если это ризонинг если это какие-то логические рассуждения эйн-зэ-нахон это неправильный вывод потому что тогда бы праведность ицхака и заслуга ицхака была более открытой если он взрослым таким его награда должна была быть двойной от награды его отца потому что он сам себя приносит в жертву по своему желанию наш хита а в строчке торы ничего про ицхака вообще не написано и не про его награду и хвала ему и почет за такой поступок а другие сказали что ицхаку пять лет было во время кина это тоже неправильно потому что он же ведь несет на себе дрова для жертвоприношения немалое количество дров и пятилетний мальчик навряд ли такое сможет сделать по коровой ладаат говорит ибнезр так что близко к разумному пониманию что ему было где-то 13 лет и заставил его отец и завязал его против его желания доказательство это то что отец скрыл от него тайну и сказал ему бог сам выберет себе барашка потому что если сказал бы он бы ему что ты барашком будешь очень может быть что ицхак бы убежал вот это то что пишет ибнезра так вы сами сумели прочитать другой наш комментатор рамбам в муренамухим открыто об этом говорит что то же самую вещь что ицхак должен был быть его заслуга в строчке должна была быть в два раза больше чем авраама а про это в строчке ничего нет и рамбам не говорит ни о каких цифрах там в муренамухим просто вот такую идею теологическую высказывает но его сын авраам сын рамбама в своем комментарии на хумаш пишет следующие вещи наши мудрецы сказали что ицхаку было 37 лет во время акида и они соединили это с временем когда умерла сада так написано в баришит раба ицхак сказал вот принес себя в жертву и сказал завяжите меня и так далее покрепче однако папа господин мой блаженной памяти то есть он говорит о рамбаме я от него принял что по его мнению он удалял возраст ицхака намного-намного лет моложе потому что если бы он был бы старше 20 взрослых человеком то тогда бы его самопожертвование было бы намного более великим чем то что сделал авраам который убивает своего сына а тот самого себя ставит же и награды и заслуга ицхака должна была быть упомянута а этого ничего в строчке нет то есть и рамбам и ибнезра более-менее одно и то же нам говорят то если это традиция мы это примем но если не традиция ицхаковину по описанию в Торе вообще подросток поэтому если кто-то выражает какие-то другие мнения и не согласен с этими цифрами не надо нам спешить показывать пальцами называть самыми хорошими словами потому что величайшие верующие евреи как ибнезра и рамбам они тоже придерживались такого мнения окей едемте дальше для чего возраст ицхаковину так нам важен вот для чего обратите внимание на эту доску дело в том что вот у нас есть две традиции варианты ицхаковину у нас есть срочка Тора которая конкретно говорит что ицхаковину вышел женился извиняюсь а когда им было 40 лет есть другая традиция тоже упомянутая ицхаковину мы ее с вами в прошлый раз читали что во время акидаты ицхакарифка родилась с этим вроде бы спорят получается согласно этим двум точкам отсчетов то есть одна дается в строчке Тора что он женился 40 лет а другая что во время акида родилась ицхак родилась ревка если мы предположим что акида была когда ему было 37 лет а женился он 40 и ревка родилась как раз в этот момент то получается что когда она вышла замуж за ицхака ей было три года получается что история учку дуг три колодца то есть первый из трех колодцев упомянутых в Торе где встречаются невесты наших праотцов на наших учителей ревке было три года согласно этому мнению если ицхак авину 26 лет во время акида и в это время рождается ревка то тогда поскольку он на ней женится в 40 лет и родилась она когда ему было 26 во время акида ей было 14 лет во время кучку дуга трех колодцев и даже проблема не в том что пришло 10 верблюдов через пустыню и надо было напоить не только Элеезера но и 10 верблюдов и написано в Торе что она накачала воды для всех них и еще до тех пор пока верблюды не перестали пить обычно верблюд выпивает до около 40 галлонов пришедшие из пустыни около 40 галлонов воды то есть на 10 это около 400 галлонов надо было трехлетней девочке накачать это конечно было бы не так просто к пониманию но не в этом дело не в этом это как говорится логические попытки что-то понять и так далее тут есть вещи которые другие вещи которые все-таки подчеркивают что это традиция наверное более изначально почему дело в том что в Талмуде давайте мы приведем этот текст Талмуда в Талмуде говорится о Масехет Ябамот говорится о запрете Коэну жениться на недостойных женщинах запрете Коэну жениться на женщинах который слишком маленький или совсем слишком старый и все эти запреты Талмуд говорит какой правильный господ для Коэна для Коэнга Долла он женился и Талмуд говорит следующую фразу пожалуйста обратите ваше внимание говорит Равнахман Равнахман Барец Хакамар Гай Тана вот это тот кто учил нас в Мишне что не надо нам слишком маленьких жениться Таня Бетулла что его значит слово Бетулла девственница по поводу Коэнга Долла Эйн Бетуллайла наара она должна быть подростком Вахэну Омер и так он говорит в строчке Торы Ванара Товат Марэ Меод Бетулла и приводит строчку из как раз истории Ривки и Елизара что она подросток прекрасной внешности и до этого Талмуд говорит про Коэнга Долла что ему надо жениться на девушке Ехол Ктана может быть он совсем маленький должен жениться Тора говорит Еша женщина может быть тогда взрослая должна она уже быть Талмуд говорит Тора говорит Бетулла девочка девственница она должна быть О Кейца что такое достойная девушка на которой надо жениться про которую Тора говорит наара и приводит строчку про нашу Ривку Яцтамми Клалктанут она уже не маленькая девочка Улеклал Багрутлова но еще не взрослая то есть она перевалила она ей старше 12 лет но ей еще нету 20 лет считаться абсолютно взрослым человеком получается что по этому мнению приводя еще раз говорю Талмуд приводит доказательства строчку на Рапова от Море про нашу Ривку вот это как раз вот этот возраст ближе поддерживается чем это первое второе еще одно доказательство есть показательство тоже очень интересное дело в том что в Масафе там же Масафет Ивамот в 64 странице первой первой лифт амудалев анализируется интересная вещь Авраама Авину это написано в Торе да была дана Агарь было 85 лет после 10 лет пребывания в Израиле из этого Мишна учит правил что человек должен после если 10 лет он прожил со своей супругой у них не было детей они должны искать способы он исполнил означает ли это взять еще одну жену или развестись подобное взять другую жену или ей тоже так или иначе у Авраама Авину мы видим что 10 лет прошло в Израиле но не было детей когда Талмуд говорит Талмуд говорит следующую фразу давайте мы глянем на нее лучше всегда смотреть внутрь то есть из Авраама Авину видно 10 лет но Талмуд говорит а посмотрите на другого нашего краца у него 20 лет видно омар лей рабл арабнахман вавилонские два раввина они дискуссируют с собой а почему мы от Авраама Авину это делаем почему нам это не изучать а от Ицхака Авину ведь про него написано что ему было 40 лет когда он поженился а ему было 60 лет когда у него родились дети что получается получается что 40 лет когда он поженился 60 лет когда у него родились дети получается он а он из Израиля не выходил жил всегда в Израиле получается 20 лет бездетных было у Ицхака с его супругой. Может быть, тогда закон должен гласить 20 лет бездетных, тогда надо разводиться. Талмуд говорит, нет, Ицхак сам тоже был бездетным. Талмуд считает, что Ицхак не является правильным примером здесь, потому что он сам был бездетным. Абрама-Вину бездетным точно не было, потому что, как мы видим, Шмайль у него родился. И потом несколько, многие другие дети. Так вот, смотрите, как это относится к нам здесь. Талмуду было бы намного легче дать ответ. Не то, что сам Ицхак был бездетный, поэтому 20 лет без детей, и они не разводились, и других наложницам не давалось и так далее. Талмуд мог сказать, когда они поженились, Ривке было всего три года, а согласно Талмуду, абсолютно там же, Масаха-Кивамот, супружеские отношения и беременность с ребенком такого возраста не просто опасны, смертельно опасны. Поэтому Талмуд мог бы сказать, он ждал 10 лет, 11 лет, пока она взрослой станет, а потом 10 лет они жили, через 10 лет у них родились дети, и все-таки нам было бы гладко, и мы бы даже от Ицхака смогли бы научиться. Но Талмуд не объясняет. То есть то, что наглядно лежало на поверхности, если был бы вот этот возраст перед Талмудом, мы могли бы сказать, он ждал еще 10-11 лет, пока она повзрослеет, а потом было еще 10 лет бесплодных, после этого появились дети, и не нужны никакие наложницы. Талмуд не выбирает такой способ, и Талмуд говорит, он сам был тоже бесплодный. Получается, такое впечатление создается, что перед Талмудом тоже малолетство Ривки не являлось одним из факторов. Опять это поддерживает больше 26 и 14 вариантов. Ну, уже, как говорится, раз мы перечислили эти, давайте перечислим еще один очень интересный вариант. Этот вариант, говорится, в Тософот. Давайте здесь нам будет очень хорошо посмотреть, на Тософот, а все всегда надо смотреть внутри, а не снаружи. Тософот говорит следующие слова. Окей, вот Тософот. На ту строчку, где говорится, вот приводится наше, то, что приводится, что Ривка была такой красивый, подросток прекрасный, говорит Тософот. Из этого выглядит, что Ривка, она подросток, али маленькая девочка. Но в Седороламе мы читали, что ей три года было, когда Исхак на ней женился, и мы не имеем права исправлять текст наших манускриптов. Ой, дай Бог, чтобы у всех были бы такие правила, как у Тософот. Здесь говорят, не трогать руками манускрипты и не исправлять. Наверное, еврейская библиографическая история была бы намного, намного спокойней и глаже, если бы различные люди не пытались подправить манускрипты. Тософот говорит, нельзя исправлять текст, хотя выглядит, согласно Толмуду, что она не маленький ребенок, а подросток. Но говорит он, что вот в Седороламе выглядит, что там три года, однако, говорит Тософот. И вот это очень интересное, однако, смотрите, Рабид Шмуэль Ахасид из города Шпейра. Он доказывал, что ей было 14 лет. Обратите внимание, это уже Ашкина, Скировин, Балай, Тософот, тысячу лет нажавший, живший, Шмуэль Ахасид из Шпейра, очень известный. Он доказывал, откуда он доказывает. У нас есть другая книга, Сифри, очень авторитетная, очень окончательную форму приняла в школе Рава в Вавилонии. Он там говорит, что есть несколько пар, которые жили одинаковое количество лет. И одна из них, это пара, то есть они не муж с женой, просто мужчина и женщина, а жили одинаковое количество лет. Это Амрам, отец Моша Рабейну. Извиняюсь, Кахат. Кахат, дедушка Моша Рабейну и Ривка, что они жили оба одинаковое количество лет. Кахат жил 133 года, это в Торе открыто написано, и Ривка тоже жила 133 года. И говорит из Рабишмуэль, благочестивый из Шпейра, но если мы предположим, что она родилась, когда Ицхаку было 37 лет, то не получается ей, когда она умерла, мы, когда будем жизнь Якова описывать, прочитаем, когда она умерла. Не получается, что ей будет 133 года, а получается где-то 122-123. Куда-то 10-11 лет деваются. На основе этого видно, что 14 лет – это более, согласно Сифри, это более правильный вариант. Вот так вот пишет, приводит его мнение Тоса. Вот то есть уже в ашкенастском мире были великие мудрецы, которые сравнивали и которые тоже предпочитали 1426 вариант. Интересно, что вот эта вот идея, она 1426, которую высказывает Раби Шмуэль, хасид из города Шпейра, не он автор этой идеи. Дело в том, что у него был коллега и друг Раби Элизар Беннатан из города Майнца, один из Выдараван, выдающийся ашкенастский мудрец, тысячи лет назад живший. И он говорит в своей книге «Чувот», 118-я «Чува», что к нему пришел Раби Шмуэль из Шпейра и задал ему этот вопрос. Объясни мне, как получается так? Вроде бы получается, что ей должно быть 14 лет Рибки, а ей вроде вот Седур-Лам три, а из Сифри получается так. И когда они проанализировали вместе с Раби Элизаром Беннатаном, Раби Элизар Беннатан сказал ему, очень может быть, что имеются две параллельные традиции. Сифри высказывает одну традицию, а Седур-Лам высказывает другую традицию. А в действительности это как раз именно так и есть. Вот эти две традиции мы перечислили. Но ни Раби Элизар Беннатан, ни Раби Шмуэль, благочестивые из города Шпейра, не знали, что существуют вот такие варианты Седур-Лама. В их местах были только вот эти, и сифардские варианты Седур-Лама у них не присутствовали. Если бы они присутствовали, у них вообще бы тогда проблем не было. То есть, если знать о существовании таких манускриптов Седур-Лама, то вообще никакого спора между Сифри и Седур-Ламом нет, а оба говорят одно и то же, 26 и 14. Также следует заметить, что и Седур-Лам, и Сифри приобрели свою окончательную редакцию и форму в школе Рава в Вавилонии. Он был тот, кто привез этот материал наработки Танаим в Вавилон, и там эта книга приобрела окончательную форму. Мы говорили об этом вначале, говорили об авторе, что наработки эти... Вавилонский Талмуд знает об этой книге, Иерусалимский Талмуд Аседур-Лам знает такую книгу. Поэтому и мнение современных авторов, и мнение профессора Меликовского, и мнение доктора Гуденхаймера, что, скорее всего, оригинальная версия Седура-Лам была 26 и 14, и именно 26 и 14 совпадает с именно вот этой школой Рава, Вавилонской школы. Ну, так или иначе, мы с вами обсудили и то, и другое, и третье. Давайте быстренько прочитаем и закончим сегодня первую главу Седура-Лама, чтобы мы могли со спокойной душой начать жизнеописание Якова Вину с нашей следующей лекции и со следующей недельной главы. Здесь надо опять обратиться нам к чартам, и давайте к тексту тоже обратимся. Обратимся к тексту, и текст нам говорит Седура-Лама следующее. Здесь нам понадобится не только текст, но и понадобятся также и хронологические таблицы. Пишет Седура-Лам, заключительную вещь. Авину Авраам, наш праотец Авраам, похоронил Тераха своего папу два года перед смертью Сары. Обратите внимание вот на этот чарт, этот чарт, вот жизнь Тераха, Тераху, Тераху жил 205 лет, 70 лет было Аврааму, когда Тераху, когда родился Авраам, получается, что когда Тераху 205 лет, и он умирает, Авраам Авину 135 лет, Асара умерла, когда ей Авраам Авину 137 лет, это, в принципе, открыто в Торе видно. Получается, за два года все легко и просто, на этого вопроса возникать не должно. Едем дальше. Яков, праотец наш, шимешет Авраам Авину, это вовшана, Яков Авину служил, прислужил 15 лет Аврааму на нашу праотцу. Давайте посмотрим опять на наш чарт, это очень просто, тоже видится, поскольку Авраам Авину 175 лет жил, Ицхак Авину, получается, что когда Авраам Авину умер, Ицхаку было 75, но в 60 лет Ицхак родил Ицхака, Эсава и Якова. Получается, что когда Авраам Авину умер, Эсаву и Якову было 15 лет, и Яков Авину прислуживал своему дедушке, учился от него до 15 лет. Это тоже видно наглядно из строчек Тора и из этого чарта. Едем дальше. Авраяков Авину служил в Шему, прислуживал в Шему 50 лет. Ашем служил Метушелоху 98 лет, а Метушелох служил Адаму Решону 243 года. Получается, что эти четыре человека 22 поколения покрыли. Давайте глянем на наш чарт. Опять. Здесь у нас нету до Адама Решона, но сейчас мы с вами это дело покроем. Значит, Яков Авину, если мы посмотрим, он рождается, когда Ицхаку 60, Аврааму 160, и как раз в это время Шему, вот у нас здесь Шем зеленым. Давайте я сюда. Видно? Вот это Шем, он у нас зеленый. Посмотрите, Шему, когда Авраам Авину 150, извиняюсь, 160 лет, когда рождается Яков Авину, Шему 552 года, он жил 602 года, то есть получается еще 50 лет. После этого Шем жил, и Яков Авину ему прислужил. Мы также с вами знаем, что Шему было около 100 лет, когда был потоп, а его предок Метушелох умер до потопа, в этот год потопа. Согласно Талмуду, за 7 дней до потопа. Если взять и учесть год потопа, то получается, что Шем, которому было 100 лет во время потопа, он прислуживал, точнее, когда у него родился сын, после потопа, 100 лет, он прислуживал около 98 лет. Метушелох, тоже, в принципе, понятно. разница между Метушелохом и Адамом Лишоном, это 243 года, как это видно из предыдущих чарств, получается, что он ему, вот эти праведные люди учились друг у друга и Шим. Шимуш, это не просто, это не просто прислуживать, как слуга, это намного больше. Шимуш, это когда мы, живя рядом с праведным человеком, наглядно учимся и мельчайшим вещам, его поведение в конкретных ситуациях, вещи, про которые в книгах изучить возможно. Говорит Талмуд великую вещь, да долгший муд мили муд. Ну, если медицинским языком близким мне выражаться, резидентура намного важнее, чем медицинская школа. Потому что когда ты в конкретных практикуешь под надзором или наблюдаешь за реальной практикой, смотришь, как теоретические знания применяются в реальной жизни, только тогда ты имеешь право потом сам практиковать. И вот здесь вот как раз это наглядное выражением постоянным, что он служил, прислуживал, учился у более праведника предыдущего поколения. И вот так вот четыре праведника покрывают всю библейскую историю от Якова до Адама Ришона. И в заключении Седор Лам говорит следующую вещь. Давайте прочитаем внутри. Седор Лам говорит вещь, она часто приводится многими. И давайте мы с вами ее тоже прочитаем. Как это следует прочитать? Следует понять. Семь человек между собой сложили весь мир, то есть покрывают весь мир. И вот они. Адам Ришон, Метушелах, Шем, Яков, Амрам, Ахиешелони, Ильяу, а он до сих существует. То есть мы говорили уже про первые четыре поколения, что Метушелах прислуживал Адаму уже, они же видели мир вместе, то есть видели друг друга и учились другу, он учился у него, Метушелах у Адама. И Шем видел Метушелаха и учился у него, и Яков Авину видел Шем и учился у него. Яков Авину спустился в Египет, когда ему было 110 лет, еще 17 лет он там жил, в 127 он умер. Это не изменяет память. Дайте я еще раз уточню, не было некрасивых рассказов. Яков Авину жил в Египте, извиняюсь, Яков Авину 130 лет было, когда он спустился в Египет, он жил в Египте еще 17 лет, он спустился уже туда с Кэгатом, а Амрам первый сын Кэгата, то есть Амрам родился в Египте при жизни Якова. Получается, что Амрам видел Якова. Ахия-Шелони видела Амрама, а Ильяу Анави, это видно из Танаха, он жил рядом с Ахия-Шелони. И он до сих пор существует, Ильяу до сих пор существует. Получается, семь человек покрыли весь мир. Есть параллельное место в Вавилонском Талмуде, и мы должны его посмотреть это место в Вавилонском Талмуде, потому что это Масахет-Бабу-Батр, 121-я страница. Давайте глянем на нее. И там немножечко другое высказывание, но давайте посмотрим. Танар-Банан учили наши мудрецы, семь человек сложили мир между собой. Метушелах видел Адама, Шем видел Метушелаха, Яков видел Шема, Амрам видел Якова, Ахия-Шелони видел Амрама, Ильяу видел Ахия-Шелони, и он до сих пор существует. Мор 400 с чем-то лет до этого больше видел Амрама, свыше 500 лет до этого. Да ведь написано, все, кто вышли из Египта, кроме Калева Бен-Яфуме и Шуобе, которым было от 20 до 60 лет, они все умерли. Мошара-Бейну, согласно Медрашу, было где-то 80 лет, когда умер его папа. Получается, что Ахия-Шелони ну, точной, ему было около 40, он должен был, если он видел Амрама, он был уже довольно, ну, имел какое-то количество лет прожил до выхода из Египта, и Гемара говорит, ведь все, кроме Калева Бен-Яфуме и Шуобе-Нун умерли, то есть Гемара подразумевает, что ему до выхода из Египта было 20 лет, почему же он не, как он мог зайти в Израиль, Рава-Мнуна говорит, так он Леви был, из-за того, что он был Леви, это Зира не относится к Леви, поэтому он мог быть долгожителем таким и жил от начала, то есть времена Амрама до Илья-Аванави. Интересно, что такой вариант объяснения хронологии признает Рам-Бам, что Ахия-Шелони такой долгожитель прожил невероятное количество лет, 600 чем-то, да, около 600 лет, и что он был Леви. Это приводит Рам-Бам в отступление в Мишна-Тору, Рава там на месте с ним не соглашается, говорит, что Ахия-Шелони жил намного позже. Ну, опять, на эту тему, как вы видите, можно поспорить. А вот Дарабина-Тан приносит подобную вещь, но она заменяет Амрама и Ахия-Шелони на сэрах, дочь Ашера, которая зашла в Израиль. То есть дочь Ашера видела Якова-Вину. И тогда объяснение Рава Амнуна, что Ахия-Шелони жил долго, Леви и так далее не нужно. На этом месте очень важный комментарий говорит Рашбам, Раби Шмуэль Бен Мейер, внук Раши и комментатор к части Масаха Баба Батра, потому что Раши умер не до конца. В наших руках нет его комментария, есть комментария его внука. Говорит он несколько вещей. Первое, Ханох, известная библейская личность, говорит Рашбам, Ханох точно не Мототрон, некий такой духовный ангел, субстанция, Мототрон, греческое слово означает Тероль, тот, кто объявляет, что заходит царь. Согласно мнению этого учителя, который в Геморе это говорит, в Седор-Ламе это говорит, он не считает, что Ханох библейская топотопная личность Ханох, что это Мототрон, иначе можно было бы сказать, что два человека видели весь мир, Адам решен, и Ханох, Ханох видел Адама, и он до сих пор существует, но однако этот Тана полагает, что то, что в Торе написано, Всевышний забрал Ханоха, что Ханох умер на половине своих лет. Дальше, следующая вещь, которую подмечает Рожбам, Рожбам говорит такую вещь, что также из этого видно, что автор Седоро Лама не принимает не принимает той идеи, что Пенхас это Илья. Почему? Потому что, если бы он бы принимал, что Пенхас это Илья, ему не нужно было ни про какого Ахи и Шелони говорить. Можно было сказать, что Амрам видел Моше, а Моше видел Амрама, а Пенхас видел Моше, а он Илья существует вечно. Но Седоро Лам изыскивает другой и не совсем простой способ через Ахи и Шелони, который становится долгожителем и Левитом при этом. Хотя, если бы он считал, что Илья это Пенхас, то этот вопрос решался бы проще. Это тоже подмечает Рамбан и говорит, что Ахи понадобился, потому что он не считал, что Пенхас это Ильяву. И важную вещь добавляет Рожбам, что все эти праведники учились тори друг у друга. Вот в чем значимость этого Медраша. Не просто, что были долгожители, которые видели друг друга, а то, что существует непрерывная цепочка и линия служения Всевышнему через двадцать, какой больше, через многие поколения, где один учится у другого. В этом это очень великая вещь. Человек, конечно же, может открыть книгу, человек, конечно же, может прочитать и понять многое, но это никогда не сравнится, когда он учится у учителя, который в свою очередь получил знания свои от своего учителя. Никакая книга, скорее всего, не заметит живого учителя перед тобой. И это может быть символично, потому что эти уроки все посвящены моему учителю, доктору Хайму Гугенхаймеру, и этот конкретный урок сегодня также посвящен моему учителю, чьи лекции я посещал, книги, бесспорно читал и снимаюсь его литературой уже довольно длительное время. Рав Йонатан Сакс или по-еврейски Яков Цвипен Либа в доброй памяти правильника. Спасибо вам всем большое за ваше внимание. Мы с вами прошли первую главу книги Седурла. Уверен был непросто. В следующей неделе мы с вами начнем вторую главу, которая будет говорить о жизни описаний нашего праотца Якова ВИН. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч в эфире. Не забывайте присылать ваши критические замечания, поправки и не забывайте ставить лайки. Всего хорошего. До свидания. с вами был Горух Юабов. Продолжение следует...